Ее мать ей говорит, тебя никто замуж не возьмет, ты была изнасилована. Мама сказала, если вернешься, то будет этого яд. Мне нравится тело мое. Почему я его не могу выложить? Это будет, конечно, позор родителей и родственников. Чтобы мужчина не гулял, чтобы у него были четыре законные жены. Им стыдно за то, что их родной ребенок родился с патологией. Был яд. Был мой гад чистый на все. Привет, это Айран. Бессовестный, какой позор, уяд был ады. Эти фразы знакомы всем казахстанцам. Вокруг этого понятия в современном обществе часто разгораются споры. Для одних уяд это что-то устаревшее, от чего следует избавиться. Другие, напротив, считают это традицией казахского народа, которую нужно уважать. Мы решили разобраться, за что сегодня стыдно казахстанцам. О чем они стесняются говорить? Что может опозорить семью? Почему терпеть насилие – это нормально, а написать заявление на тирана – это уяд? Где грань между многоженством и изменой? И почему казахи так боятся не соответствовать золотому стандарту общества? Сегодня вас ждут истории жертв уяда и их противников – уядменов, которые постараются ответить на главный вопрос – что такое уяд в Казахстане и надо ли с ним бороться? А начнем мы с истории 20-летней Айши. Ее изнасиловал мужчина, а мать, чтобы избежать позора, заставила выйти за него замуж. В итоге молодая женщина оказалась в кризисном центре, где она теперь ждет ребенка и прячет свое лицо, скрываясь от бывшего мужа. Аsiинственный, он был в Инстаграме. Я не говорю, но не говорю, что он не говорит. Но когда я говорю, он говорит. Он говорит мне, что это был новый, который я сказала. Я Monster rausкочил, а потом подошел мой номер. И я говорила, что он не хочет. Ап кеме, ап таныст ранжи? Мне к мамам говорю, мол, я говорю. Я в мақил, что с ними нет? Вот это был квартир. Я уже пересекал их. Уже понятное, улыбился жерде, мен из насилитет и улыбай түріп. Бүрген мамаму айтып тұрштып. Маған улыбайсыз, мен улыб. Мен улыбайсыз, саписка қалдырып кетем. Штып кен әліп бәрін едем. Маған бұйырмайма, басқасына да бұйырмайды. Мама қорққанын енді. Бір жағынан қорқты, бір жағынан мама ұлыбайтын. Маған бір жағынан енді. Мен көріп бір жағынан. Мен көріп бір жағынан, бір жағынан. Мен көріп бір жағынан, бір жағынан, бір жағынан, бір жағынан. С точки зрения адвоката, который в последние годы активно занимается защитой жертв бытового сексуального насилия, на мой взгляд, уяд – это когда традиционное казаское общество боится осуждения других. И в угоду этому, к сожалению, женские судьбы ставят на кон. То есть люди, боясь осуждения соседей, родственников, просто общество скрывает то, что их дочь забеременела, то, что их дочь является жертвой абьюзера. И, к сожалению, все эти традиционные ценности выносятся на какой-то алтарь, что невинность какую-то показать, что это казахские обычаи, традиции, что женщина должна быть святой. Трудно сказать, что они совершили некое нравственное преступление. Люди сделали это исходя из какого-то своих собственного многовекового уклада жизни, традиций, нравов, в котором они росли. Они имеют на это право. Я боялась. Побличная область. Мама сказала, если вернешься, то это уят, юге кайты кеме. Бирайденыш неум, а он изнасилован көкөзің көрсетті. Хотя мен ата-енемзы силаэтым. Варуете жақсы кислеру болып пайде, ата-енем. Вот поэтому ата-енем жүн зайвилене жазған жүп. Г Muruaoso кәрензі Xuzsa-яң Кワ 갓даржаң байда. Его ата-енеме заявжаң, он шылаң байда. Эйر неге Құ, көксің байда. Бірақ흐ң байда прайа пайда м Sisас и передіギң байдман 이제 асты Шыла, бұл байда ата-енеміз асарыта�хің боргаходу үш. Пүнешдің байда халы Bring them apologies. Женщин молодых, с кем это случалось? то чаще всего они, скажем, являем представительниц из тех регионов, в которых вот эти возрождения как бы традиций поставлено было во главу угла. И вот я представляю, какая может быть реакция на эти слова. То есть именно те регионы, которые признанно считаются носителями всего казахского, они же и, скажем, производят вот такие как бы случаи, которые реально позорят, скажем, и эту семью откуда родителей и вообще все окружение. По данным Комитета правовой статистики, в Казахстане ежегодно 2-2,5 тысячи фактов изнасилован официально регистрируются. До суда доходит 10%. И когда мы начали с другими правозащитниками задавать вопрос, а где остальные случаи, почему они не дошли до суда, по какой причине они были прекращены, выясняется, что вот они подвергались давлению со стороны насильников, его родственников. Но большинство этих случаев как раз-таки прекращались из-за того, что сама жертва под давлением своих родственников приходила и свое заявление забирала. Потому что ее мать ей говорит, тебя никто замуж не возьмет, ты была изнасилована. Ее братья от нее отказываются. Тоже кежатқы скиллетмес, но омен, уже мен де извершенье, омен жатқын кемейдер. И бір жағнан палау ашан қорқам. Сейду болу онысом бетті, маған бала керек емес, маған толка сен бір жерім, керек сачем маған ол. У меня так получилось, что я практически из исследования в Туркестане в 2020 году переехала в СКО, Североказахстанскую область. И там на одном из мероприятий просто рассказываю, что вот такие ужасы творятся. В ответ я смотрю, такая тишина, и женщины, которые сидят в зале, вдруг мне говорят, а что они терпят? Мы сами своих мужиков бьем. В Южном Казахстане и в Северном Казахстане часто традиции людей очень сильно отличаются. Взгляд на многие вещи сильно отличается, понимаете? Одно и то же событие может трактоваться по-разному. 400 женщин умирают. Умирают от рук своих сожителей, либо мужей. Тысяча, сейчас я скажу, 160 тысяч фактов бытового насилия регистрируются. Ежегодно. Ежегодно. Представляете, какая цифра? 160 тысяч случаев, то есть женщины обращаются в полицию, и только 23% из этих случаев доходят до суда. Мало того, это умалчивание не создает еще и правильную статистику. Мы, на самом деле, не знаем, насколько плохи у нас дела. То есть то, что мы имеем, официальная статистика, она ужасает, на самом деле. Она совершенно чудовищная. Но если мы представим себе, что ее можно умножить в два раза, а может быть в три раза, то тогда мы понимаем, что масштаб этого социального бедствия колоссален совершенно, и надо делать что-то позавчера уже. А у нас до сих пор законодатели топчутся, все, они обсуждают этот закон. Аккесы, кызына барық койпті, көршінің кызын зорлак келіпті, өгә екесі кызын зорлак келіпті. Бір қызы, он неше шо, пір зорлапты деген нәрселдерді. Біз жерден жетті қоян тапқандай, ақпарат көзін алып шығып, қызы, ешкейдерді қабық көзін алып шығып, қызы, келіпті, ақпарат көзін, көзін. Біз жерден жетті. Китайдың ангелыңызды көзін, китайдағы көрпті. Китайдағы көзін, китайдағы көзін. Ара көзін, китайдағы көзін. Часто можно услышать, что жертвы насилия сами виноваты, вызывающие одеваются или ходят почти раздетыми. Короткие юбки, полуобнаженные фото в социальных сетях, татуировки на теле становятся поводом для осуждения и критики со стороны защитников нравственных ценностей. Они считают это развратом и распущенностью. В Казахстане до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, может ли женщина распоряжаться своим телом и своей жизнью так, как ей хочется. У меня всю жизнь проблемы с лишним весом. Все мои читатели знают про это, что я борюсь с этим с подросткового возраста. И я как-то для себя открыла мир спорта. И это так интересно оказалось, что я такая, мне прям хочется. Я люблю все какое-то такое. Вот в отличие от уятменов, которые ужасно боятся неизвестного, я люблю неизвестное. Человеку нужны опоры какие-то. Чтобы не зависеть от общественного мнения, человек должен внутри быть каким-то стержнем. Все эти откровенные посты, вот эти смелые фотографии в купальниках, в нижнем белье, это тоже своего рода протест против уята? Я там вообще не закладываю никакого мотива. Мне нравится тело мое. И я такая, почему я его не могу выложить, да, и все. У меня там какого-то там, вот это сейчас вызовет такую реакцию, нет. Я кайфую от себя. Я там, ну мне нравится, да. Это больше про меня, не про людей. Я просто такая, как классно быть красивой. Да, у меня были в какой-то момент с мамой проблемы, она не совсем понимала. Но потом она, ну это быстро очень прошло, да, вот. Нет, меня родители поддерживают. Когда я был совсем еще в школе, был суд над хиппи в Усть-Каменогорске. Это редкое явление, а такой общественный суд, когда там судили вот этих хиппи, они басы в клешах с волосами их, и бабушки, дедушки, ну как бабушки, они где-то по 300, их пригвоздили к позорному стальбу, к влиянию капитализма, запада. С класса седьмого я, ну как, уговаривал, чтобы мне там денег дали, я покупал какой-то материал, шил себе колокола, шатер, клеш шел, потом были колокола такие, какие-то джинсы, там помине не было тогда, чуть дорого. И какие-то штучки прибамбасы, чтобы отличаться. И волосы. До тех пор, пока началась военная кафедра, у меня были, в общем, чуть ли не до плеч, ниже это были волосы, и я отличался. И это было, хотя уже было другое время, но осуждение было. Осуждение было, вот я скажу, что люди на улицах, там кто-то останавливается, женщины, там бабушки, дедушки, они смотрели там, что-то не плевались. Это действительно тяжело жить в таком мире, да, где тебе постоянно что-то говорят, что тебе делать, там, как жить, да. Ой, они пишут, там, жирная такая-сякая, да, но я понимаю, что это участь женщины в Инстаграме. Я, наоборот, Мадину хвалю за, ну как, не хвалю, я говорю, молодец, то, что ты умеешь держать удар в этих комментариях, потому что досталась и от папы обидчивость, и папа тоже не прощает скорпион же, но она, тем не менее, умеет держать удар и, в принципе, объяснять на комменты. Это тоже работа над собой, формирование характера. Мне так удивительно, что когда говорят, что я там провоцирую, в моем образе жизни, как мне кажется, ничего нет провокационного. Я просто делаю то, что я хочу, вот. И там, сняться там в белье, в купальнике, я думаю, а почему нет? Как бы, да, это все такое, что провокация, да? И в наше время, да, безусловно, мы все видим в интернете, и везде гуляют видео, как наши девочки ходят в мини-юбках. Ну, это, в принципе, не по видео, это везде видно. Но немногие ходят в мини-юбках, я заметил. И в мини-юбках, я считаю, что это все равно провокация, и откровенный такой вызов, что вот, я такая, вот смотрите. Был такой вот случай, когда Сарты из Средней Азии приезжали и получали казахов в 18-19 веках, что вот это правильно, вот это неправильно, это по Корану, по Исламу и так далее. На что казахи, ну, допустим, почему твоя дочь ходит с непокрытым лицом, да? На что казахи отвечали? А ты не смотри. Так, то есть, если девушка считает, что ее морали там соответствует быть обнаженной, да? Пожалуйста, это ее личный выбор. Это будет, конечно, позор родителей и ее родственников, однозначно. То есть, это человек, ну, для меня, допустим, человек, который ведет себя эгоистично, не думая о своих близких. Но это не так. Что в Уяте можно оставить? Я думаю, ничего. Это архаичная какая-то тема, это нерабочая тема. Я также считаю, что казахи никогда не были несвободными людьми. Это свободные люди, это кочевники, такие дерзкие, крутые. С каких пор что это вообще происходит? Мы не были рабами никогда. Свои нравные, свободолюбивые люди. И в какой момент это все начало закручиваться? Кто начал закручивать эти гайки? Что случилось? У Яд это неуместно. Может быть, это было бы актуально в 18 веке. Или в начале 20, когда не было такого прогресса научного интернета. Но сейчас никто не против традиций. Да, пожалуйста, практикуйте эти традиции сколько угодно, это прекрасно. Но когда эти традиции начинают унижать человека, принижать его достоинства. То есть келинка все делает. Вот такая традиция. Но по факту это раб. Человек находится в рабстве своей семьи. Если девушка, допустим, там, допустим, позорит нашу одежду, вот салки ли одела и оголяет тело. Я считаю, что это люди психологически закомплексованные. Они ради хайпа, ради этих галочек в инстаграме или там, где в ютубе или в фейсбуке, ради галочек. У них уже мозги только работают, они питаются этими галочками, они получают энергию. А эту энергию надо направить в другое направление. Они молодые, они могут ошибаться. Человеку присуще ошибиться, правда же? Попросить прощения, исправиться, но не повторять. Меня зовут Сана, мне 18 лет, я всю жизнь жил в Алма-Ате. Первая татуировка была в 14 лет, это вот коса. У меня три косы вообще, вот первая, вот вторая, вот третья на лице. Но сейчас я свожу татуировки с лица, вот, потому что пришел смену взглядов, мировоззрения, смена меня. То есть можно ли сказать, что вы пожалели о том, что набили? Нет, я не пожалел, это опыт, это было. Раньше активно занимался музыкой, писал биты, продюсировал, себе треки писал, да. И то есть в музыкальной сфере это популярно. И татуировки на лице, татуировки в общем это же как некий протест, да. И на лице это был как такой более самый максимальный протест. И показ того, что я не такой, как все. И мне просто хотелось, хотелось вот прям на лице. Казақ калкунда тәнге адамның татуировки жасағы немец. Татуировки деген демене, Казақтың салт тестырымды жоқ нөрсен. Екінші, уезының терісін Алла-тағала берген, бүлдіру. Онын және химически, тағы басқашақтан, дейін саулыққа терісін бүлдіру. Ол ишқашан әдемлік емес. Эдемліктің өзі табиғейлік. Спрашят сен казахы, сен паға, я отвечаю. Ямин казах. Да, я казах, говорят, мусульманин. Яғы, нет, почему, ты ж казах, ты мусульманин. Абсун говорит, зачем ты ж казах, зачем на лице. Яғым поясыняю нормально, что казах, мне нравится, я не мусульманин. Я не атеист, я верующий, я не религиозный. Все, кто спрашивают, 95%, осуждают. Очень мало кому, кто так спросил, это нравится. Если кому нравится, кто спросил, они это сразу говорят. Взгляды, то есть часто ты идешь, ты на себе часто увеешь такие взгляды странные, особенно у таких прям религиозных людей, у кого там длинная борода, кто в хиджабе, очень такие странные взгляды. Но потом ты к этому привыкаешь, вот даже с людьми, кто к этому не привык, я прохожу в общественных местах, они говорят, на тебя смотрят так прям, как будто ты какой-то афроамериканец или прям кто-то как-то звезда на тебя все так смотрит. А я этого, то есть, не замечаю, я давно к этому привык, потому что постоянно на меня идут взгляды. Мама спокойно, нормально реагировала перед тем, как набить татуировки на лице. Первая у меня была вот слеза с кровью, я у нее спрашивал, как ты отнесешься? Не так, конечно, я другой формат, ну, в общем, как ты отнесешься к тому, что я набил татуировки на лице? Она сказала, хорошо, бей твое лицо, твое тело, но в итоге я набил, прихожу домой, она такая, блин, зачем ты набил? Он говорит, отец, конечно, очень негативный, отец к моим всем татуировкам негативно отнесся, родственники, все негативные, меня на то и не зовут, меня на многие мероприятия не зовут, они стыдятся татуировок. Они не то, что татуировок стыдятся, они стыдятся мнения других, то, что они скажут им про меня. Много споров у казахстанцев вызывает тема многоженства. В последние годы эту позабытую традицию то и дело хотят узаконить, пытались уже дважды. В обиход вернулось понятие токал, и если одни считают, что иметь двух, а то и трех жен это нормально, другие уверены, что это просто легализация измены. Стыдно ли быть токалкой в Казахстане? Почему мужчины, которые называют это традицией, скрывают своих жен от общества? Ой, от баллады. И до ислама это было у нас, да, под 12 жены было. И с приходом ислама в степь пророк Мухаммед, салалу алейкум ассалям, да, сам же говорил, берите 4 жены. Абсолютно вы правильно говорите. Именно для, чтобы мужчина не гулял, а чтобы у него были 4 законные жены. Причем они друг с другом там тоже же, знаете же, обязательно, если он хочет жениться на младшей, он должен обеспечить старшую, старшее разрешение должно дать. И только после этого он может жениться, при этом он должен быть обеспечен, а не перебиваться с работы на вахте, там еще где-то. Это неправильно. У нас есть такие. Но опять же, это сильные мира сего сейчас, они вот это вот взяли, и под зонтиком благочестия, шарихат-табарой в исламе разрешено. И вот они сейчас тухалок держат, таких немало. Но, с другой стороны, они демографическую ситуацию, видимо, справляют, потому что женщин много, больше, вернее, женщин больше, чем мужчин, которые не создали семью. Я вот считаю, что это все-таки наша традиция национальная. Наши дедушки, бабушки жили в таких семьях, где несколько мам. Мне лично моя мама рассказывала, что старшая мама, младшая мама, да, значит, там в семье эти женщины находили общий язык, жили дружно. И по тем временам это было нормально, потому что в Коране все-таки, все-таки можно взять жену, там, не обязательно там 3-4, но можно взять, если в семье нет детей, если супруги, один из них, там, физически, там, может быть, не может приносить счастье другому. В таких случаях разрешается. Но тут не обязательно взять молодую девушку. И вообще у меня есть очень много друзей, у которых несколько жен в разных городах. Во все времена, во всех обществах, даже моногамных, называющих себя моногамными, согласно подсчетам ученых, только 5% мужчин, и именно эти 5, в любом случае будут иметь более одной жены, да. Если это запрещено в моногальном обществе, у нее будут любовницы. Если разрешено, пожалуйста, будет иметь там, как по исламу, 4 жены, или, как по нашим обычным чингисханам, 500 жен, пожалуйста. То есть вы хоть разрешаете, хоть запрещаете, но так получается, что чисто биологически, во-первых. Я знаю мужчин, которым говорят, да мне зачем? Вот зачем мне вторая теща? Вы знаете, вот иметь трех-четырех жен не так легко. Я видела измученных мужчин, потому что задергали эти женщины. Они не могут разделить этого бедного мужчину, который и так добытчик, кормилец, отец, он должен еще любовь дарить четверым одинаково, содержать, а женщины начинают ревновать. Допустим, мой характер, лично мое мнение, я не смогу своего разделить. И я бы не смогла бы пойти чужую семью разбить и разделить чужого мужа. Если он зарабатывает, переносит всю семью, дети одеты, накормлены обуты, ну я тоже допускаю, что может. Но тут уже по причине того, что мужчина забуреет, когда сыт, он хорошо. Я не про себя говорю. А почему мне молодую женщину взять? Ну, всякие взял, баки взял, я не делал вам. Чисто по-человечески. Никогда вот не понимаю этого. Ведь, ну, если говорить о семье, то это должна быть, ну, любовь и преданность. А это, как правило, к одному человеку. Ну, во всяком случае, одномоментно. Правильно? Поэтому вот в моем понимании тукал это что-то такое, я не знаю, кто-то придумал. Я очень часто разговариваю, девушки, вот почему вы идете. Вы не брезгуете, вам не обидно, что вы не первая, не единственная и не последняя. Потому что эти вторые, третьи очень часто плачут, что появились еще четвертые, пятые. Они сами рассказывают. Но вы знаете, это бумеранг, закон бумеранга никто никогда не изменил. Продолжение следует. И когда кто-то со мной спорит, говорит, что это наши казахские традиции, у них, честно говоря, я испытываю довольно большое негодование. Вот ровно сто лет назад, даже уже больше, значит, 21 декабря, по-моему, 2021, 1921 года, в Казахстане принят был декрет об отмене Колыма. И как бы у нас столетие прошло. Сейчас Колым – это норма во всех, и это не стыдно, и это считается возрождением казахских традиций. Еще раз говорю, лет 10 назад такое педалирование темы Колыма, там, расценок, оно еще было каким-то вот точно маргинальным. Это было неприличным даже. Даже если это делалось, то есть не афишировалось, тем более расценки. Сейчас расценки на женщин – это там, ну, от полутора миллионов и выше, и выше. Несоблюдение казахских традиций – это тоже уяд. Ну, как не устроить пышную свадьбу, не позвать несколько сотен гостей, и главное, чтобы той был не хуже, чем у соседа. Иначе ведь стыдно. И ради этих понтов наши люди готовы влезать в долги, брать огромные кредиты, чтобы никто не подумал, вдруг у тебя нет денег или возможностей. Ну, почему наши люди так хотят соответствовать стандартам общества, казаться лучше, чем есть на самом деле? Ну, идеальная семья по-казахски – это семья, в которой никаких происшествий не происходит. В которой нет коррупционеров, которые работают в Акимате и берут откаты от тендеров. Но при этом папа ездит на ланг-крузове, но он не коррупционер. Либо есть обязательно родственник, который работает в прокуратуре, который этого папу коррупционера прикрывает. Есть такая добрая татешка, которая воспитывает своих детей, не работает, потому что у нее же муж хорошо зарабатывает, зачем ей работать? Они берут большие рестораны, арендуют, и проводят там свои тои, на которые зовут 500 человек. Это образцовая, традиционная казахская семья, в которой все хорошо, сын поступил в Гарвард на грант, при этом никого не интересует, откуда у сотрудника Акимата деньги отправить сына в Гарвард. Либо делать свадьбу дочери в каком-нибудь ресторане, в гостинице, которая обходится минимум в 15 миллионов аренда. Яд здесь, оно такой вот юмористический смысл приобретает. Но опять-таки, яд, наверное, должен быть в первую очередь у тебя где-то там вот в душе. Стыдно должно быть перед самим собой, когда у тебя большие кредиты, когда у тебя дети голодные остались, а ты об этом не думаешь и проводишь большие пиршества. Ну, конечно, это смешно. Сейчас же ценности, подменили ценности на что у нас? Кичливость, да? Кичливость. Вот, как мы говорили, той. Машина круче, сотовый телефон круче, туфли круче, там еще что-то круче. У нас каждый той – это ярмарка тщеславия. Начиная от хозяев, той, о которой хотят показать, я их понимаю. Это праздник, хочется не ударить лицом в грязь. Яд полмасла, чтобы перед другими опять же. И те же, кто приходят, это все кичливость. Но это все делается через кредиты, через долги. И в итоге получается, что закредитованность населения Казахстана превышает более 80%. Невозможно встретить человека, который никогда не брал ни один кредит. Который не может, к сожалению, вовремя платить за новый айфон. Но при этом он пытается провести какое-то семейное мероприятие обязательно на 300 человек. И никого не волнует, что эти люди придут на твое мероприятие, но завтра уже забудут о нем. Все-таки я считаю, что вот эти свадьбы, они формально уже как бы отмирают. Как со всей этой помпизностью. Кому-то это нравится. Но я считаю, что отметить события в кругах близких друзей, собрать подруг и друзей, и самых близких родственников. А какие-то средства, ну я за то, чтобы, допустим, какое-то свадебное путешествие, или там какой-нибудь сертификат, или оплатить какую-нибудь учебу. Я же говорю, вот мои впечатления, я же много посмотрел, сколько я с 18 лет играл на свадьбу, я вот смотрю. Я же иногда я видел, вот они отгрохают там на 500 человек, а потом, ну, развелись они через два месяца, через год. Но, к сожалению, мы не хотим от кого-то отставать. То есть, если есть у Берека, то у Серика тоже должно быть. Если там Марат купил айфон, то и у Айбека должен быть айфон. И вот эта вот традиция не отставать, соответствовать, к сожалению, приводит к таким плачевным ситуациям. Когда мы замалчиваем трагедии какие-то, которые произошли с нашими детьми. Либо пытаемся отмазать от тяжкого преступления человека, который действительно его совершил. Либо пытаемся десятый кредит получить на той, который, по сути, никому не нужен. Вот это и есть казахский уят, за который нам должно быть на самом деле стыдно. Говоря о свадьбах, нельзя не упомянуть про браки с иностранцами. Выйти девушке замуж не за своего так же стыдно, как и не выйти замуж вообще. Наша следующая героиня и Пархан. И хотя она не казашка, но ей пришлось столкнуться с уятом. Когда она решила связать свою судьбу не с Уйгуром, а с кубинцем. Мы познакомились около 10 лет назад. Я ходила на танцы. У нас был латиноамериканский клуб. И там он работал, получается, музыкантом. Вообще, кубинцы, они очень яркие и позитивные. То есть с ними легко в общении. Ну, они такие энергичные, веселые. Как можно не влюбить туда? Нас очень строго с этим. И то есть никто никогда не подразумевал вообще мысли даже такой. Не должно было быть, что мы можем выйти там. Даже не только за иностранца никто там не говорит. Просто за другую национальность. У нас это не положено. Как бы все строго с этим. Орлаторганшистики жоқты. Дженгіл, джеблі айтады. Барак, шынает сүнган адамға. Как, алийзарқтын хараған адамға. Жүрегуның ағары көтермейді. Кезінде атабағалармыз болу жәнеге. Хызын жапка бермеге. Жаптат қызын алмага. Теревы, олтты, джеблі, елді, көріңіз қызын алмага. Көріңіз қызын алмага. Мы уже сказали, объявили о том, что мы хотим быть вместе, хотим пожениться. Он пришел к моей бабушке домой, попросил мои руки с цветами, там все как положено. Реакция была однозначная, моментальная. То есть нет, ни в коем случае, это невозможно. Было названо очень много причин. Причины были разные. Естественно, мы не затрагивали расовое, то, что мы разные, национальное. У меня очень семья, мы все воспитанные, деликатные, бабушка в том числе. Как бы она ни была против, она этого не говорила. Она сказала, у нас большая в возрасте разница. Она сказала, что как так, в возрасте разница большая, финансовое положение у вас сейчас не то, нету, там квартиры нет этого. То есть вы не можете быть вместе, ты езжай на свою кубу, помогай своей маме, своей семье. И все, на этом давайте закончим. Это было однозначно. Если честно, в тот момент, ощутила уяд я. Не за то, что я как бы делаю, а за то, как ведет себя моя семья. Тогда я да, ощутила. И мне бывает очень обидно за наших девочек, и там показывают по соцсетям, и придумывают, и такие злобные комментаторы находятся. Когда, скажем, вышла замуж за... Я видел за китайца, вышла замуж девушка. Она счастлива. Я по глазам вижу, что она счастлива. Но опять-таки, ведь это единичные случаи. Все-таки я хотела предостеречь девочек, в том случае, если они выходят влюблены в иностранца. Что их ожидает? Что может быть? И как поступать? То есть, тысячу раз подумать, но быть готовыми, что это будет. Свадьбы у нас так и не случилось. Во-первых, потому что мои родные все были против. То есть, мама, она послушалась бабушку, как бы тоже категорично стало, что нет, либо семью ты выбираешь, либо его. Бабушка... Меня единственно поддержал дядя, мой родной дядя и сестра. Одна из сестер поддержала, да. Ну и то, как бы я не скажу, что они были прям за... Давай там... Они просто сказали, твоя жизнь, и ты можешь выбирать, как тебе жить. И наши местные начинают задавать, а что не нашлось нашего, а чем тебе не угодили, а зачем, почему... То есть, начинают говорить неприятные вещи. Но я уже, если честно, воспринимаю это как норму. Это наш народ, они такие. Ничего не сделаешь. Дело в том, что... Я думаю, что уйгуров даже сильнее и строже все, чем у казахов. Потому что, да, казахи все равно уже сейчас более современные стали и продвинутые. Ну, по крайней мере, вот Алмата, Астана, то есть люди уже по-другому мыслят. У нас, уйгуров, мы более как бы закрытая нация, и у нас все строже. Я не против браков с иностранцами, как мужчин, так и женщин. Главное, что при этом передавать, конечно, поколению тот культурный код, ту идентификацию, которую в нас заложили иначе, в этом случае будет, конечно, потеря. Когда наши некоторые начинают настаивать на том, что тогда мы теряем казахов, дети от этих браков не будут уже казахами. Ну, минутку. Посмотрите на нынешних казахов, да, многие из них, женившись на чистых казахах, казашках, да, выйдет замуж за казахов, ну, ими не являются, да? И одно дело, когда дети метисы, другое, если родились с инвалидностью. Наш еще один уяд. Почему в Казахстане стесняются таких малышей, прячут их от общества, а мужья уходят из семьи? Отчего нам стыдно, когда у пожилых родителей деменция или у кого-то из родственников психическое расстройство? В погоне за успешностью казахи будто не прощают ни себе, ни другим, никаких изъянов. Но разве это можно назвать традицией? Чисто я уже не хочу в гости ходить. Когда идешь в гости, обязательно кто-то спрашивает, почему он не разговаривает, почему он такой. Потом, ребенок гиперактивный, я боюсь, что он там что-то сломает, что-то им испортит. Ну, все равно осадок у людей останется. Поэтому не вожу в гости. Не знаю, у нас... Не то, что родственники, простые люди. У нас организации не готовы работать с такими детьми. Все хотят умных, послушных детей. Слово яд, оно проходит через жизнь детей с особыми потребностями. Я за почти десятилетнюю практику в сфере благотворительности увидела достаточно семей, которые распадались вследствие этого яда. где рождались дети с тяжелыми пороками развития. И... Причем не один, не два, не три. И мужья оставляли своих жен один на один со своей бедой. Потому что родные, близкие, родители осуждали за то, что мать родила таких детей. И это позор. Это позор, который они воспринимают на свой счет. И в итоге страдают дети. Оставаясь без отцовского внимания, без отцовской любви, встречаются такие дети достаточно известных людей в Казахстане, политиков, из шоу-бизнеса, звезд Инстаграма. И эти дети находятся брошенные в специализированных домах. Очень тяжело понимать о том, что их родители ведут светский образ жизни, где-то показанный праведный образ жизни. При этом им стыдно за то, что их родной ребенок родился с патологией, и они не могут его показать на всю страну. Большинство разводов, к сожалению, в первые годы после диагностирования диагноза, неизлечимый диагноз, ДЦП, синдром Дауна, либо каких-то, либо любых диагнозов, мать остается одна. В реабилитационных центрах, где лечат таких особенных деток, к сожалению, находятся именно матери со своими детьми. Просто узнав диагноз, мужчины предпочитают другую семью создать. Очень много таких случаев. Ко мне обращаются женщины с требованием как-то привлечь этого мужчину, либо чтобы он хотя бы алименты проплатил за ребенка с инвалидностью. И часто я от них слышу такую фразу, которая меня всегда шокирует. Она мне даже не смогла родить здорового ребенка. Но, видите, это слабость мужчины. В целом, никто не работает над воспитанием мальчиков, подростков. Если мы как-то что-то говорим, что значит быть матерью, какие у нее там обязательства, жены, матери и так далее. А ведь с мужским полом никто не работает. И в целом, надо признать, что вот мужчины наши вот в этом отношении стали слабее. Когда я веду сборы средств и наша команда для детей больных на какое-либо лечение или какую-то адресную помощь, многие мамы отказываются показывать лицо своего ребенка. Опять же, это яд. Кто-то говорит о том, что родственники неправильно поймут. То есть, они могут дать фотографии, но лицо нужно заблюрить. Вплоть до того, что некоторые были у меня несколько случаев. Вот имя напишите, а фамилию не пишите. При этом им очень нужны деньги. Кто-то переживает за будущее своей дочери, которая в дальнейшем вырастет и, дай бог, выйдет замуж. И ее мама думает, переживает за то, что будущий муж ее дочери узнает о ее онкологическом заболевании. То есть, ментальное здоровье это тоже та же самая история, которая подавляется уятом. То есть, не принято говорить о том, что у тебя депрессия, не принято говорить, что у тебя приполярное расстройство. Люди боятся, колоссальная стигма. Но это архиважно. У нас огромные цифры по, например, по суициду. Среди всех, среди подростков, среди взрослых людей, среди женщин. И мы видим, ну, то есть, мы понимаем, что на самом деле, ну, как, то есть, медицина нам говорит, что очень много этих суицидов, огромный какой-то этот процент, он исходит от того, что люди не обращаются за помощью. Там, заболевая депрессия, да, или какими-то другими ментальными расстройствами. Не знают, где эту помощь получить, стесняются, их не понимают в семьях и так далее. И в итоге они оказываются в петле, да, или там сбрасываются в какого-нибудь высокого этажа, или там топятся в каких-нибудь водоемах и так далее. Я занимаюсь и пожилыми пациентами с деменцией, да, и молодыми пациентами, которые приходят на сеансы психотерапии с депрессиями, тревогами, страхами и так далее, да, все говорят об этом. Конечно, в разных немножко контекстах, но тем не менее эта тема звучит бесконечно. Молодые говорят о том, что, да, воспитывали их в состоянии бесконечного яда, то есть мнение окружающих для семьи, где они росли, намного важнее, чем то, что происходит в семье. А пациенты пожилые, там уже стыдно, говорить вообще о том, что у человека появилась проблема с памятью, да, то есть бабушка, дедушка, Пашка, Аташка кого-то там не узнают, вот как мы ее теперь будем водить в гости. Она же никого не узнает, это стыдно. Что подумают, опять же, родственники, они скажут, вот она совсем стала больная, я. И таким образом семья постепенно изолируется, перестает общаться с окружающими, а болезнь начинает прогрессировать намного быстрее, чем это было, если бы мы сохраняли преемственность, если бы у нас не было бы стигматизации, сравнивать такое. То есть яд, это, я слово уже это сказала, он способствует стигматизации на любую тему, начиная от насилия бытового, психологического, физического, сексуального, заканчивая проблемами, банально, обращения к врачу. Так что же такое уяд в Казахстане? Это часть традиционного уклада жизни или архаизм? Есть ли польза от того, что люди чего-то стыдятся? Или это все пора оставить в прошлом? Что можно отнести к уяду, а что обычное ханжество и лицемерие? Уяд буквально переводится как стыд. Это мы все казахи знаем с детства. Яд палмасан, яд цес, яд шок, вот эти все понятия. Это одно из коренных ценностей казахов, кочевников. Яд это нечто, через что нельзя перешагивать, переступать. Иначе ты пойдешь в глазах общества. Более важным понятием является ар-намас, ар-намас, сейчас через дефис употребляют. Ар-намас это честь, намас, совесть. То есть ар-намас как бы не потерять честь и совесть. Казахи говорят малым жанамны садакасы, жанам арны садакасы. То есть жертвую скотом во имя жизни и жертвую жизнью во имя чести. То есть честь превыше жизни. Это рыцарский принцип, которому обязаны были следовать как мужчиной, так и женщиной. А яд это скорее такое этическое касательно каких-то моральных устоев. То есть в цепке оно, конечно, существовало. Ты должен быть человеком чести и ты не должен забывать о том, что нельзя переступать через стыд. Эти принципы сегодня действуют? Они актуальны для сегодняшнего дня на ваш взгляд? Конечно, без них казах уже не будет казахом. Когда говорят нааксу яцист, это значит, он исключается из категории придерживающихся этих принципов. Если ты без стыда, ты без стыжи, ну, как с тобой можно иметь дело? Еще вот в Уяти есть такая тема. Самое главное на людях это не делать. То есть как бы по сути можно все делать. Мы все прекрасно знаем и статистики этих и абортов, и процедуры по восстановлению девственности. То есть у всех все нормально с сексуальной жизнью, но самое главное просто это не выносить никуда, не говорить. Нужно на людях какое-то лицо одержать, Я вот даже всегда удивлялась, типа, я курю, да? Ну, мне говорят, как ты можешь так на публике делать? Яд касался это не только женщин, яд касался это вообще людей, мужчин. Для мужчин там, например, было яд, даже позорный, яд сбежать с поля брони во время войны это яд, даже не яд, это позор. Но в основном яд касался как бы женщин. яд, яд, яд. Яд, яд, яд. Яд, яд. Рудиться всего подряд не имеет смысла вообще. То есть само слово обесценили, мне кажется. С помощью этого начинают манипулировать даже маленькими детьми и манипулируют до конца жизни. Здесь надо, опять-таки, правильно понимать слово «уят». Каждый человек должен правильно понимать, что означает это слово. И опять-таки, обществу дать правильное понимание. Ведь у нас много людей, которые просто не читают, не знают, не изучают. Где-то услышали и пошли. Насколько подлинно богочестивы люди, насколько часто они потрясают всеми этими знаменами и требуют, чтобы все остальные были богочестивы. И какой бы огромный процент людей, которые сами, в свою очередь, жили достаточно вольготную жизнь, не сковываемые никаким уятом, а потом в каком-то возрасте, например, обрели для себя Бога, религию или какую-то новую принципиальность и начали свой крестовый поход. Но мои личные наблюдения показывают, что нет более яростных защитников морали, чем бывшие, я постараюсь сейчас подобрать слова, печатные, чем бывшие разбратники, например. Даже 10 лет назад говорить, что женщина сама виновата в насилии, это был нормальный комментарий в моем инстаграме. Сейчас это неприемлемые высказывания, сейчас любая какая-то дискриминация людьми очень воспринимается негативно. Это очень радует, что мы наконец-то говорим об этих темах. В открытую у нас есть площадка, что мы дискутируем. Я на самом деле вижу только какой-то позитивный исход. И вообще, на самом деле, мне кажется, мы как общество очень быстро меняемся. Потому что 10 лет для истории – это ничего. За 10 лет прийти к тому, что считать, что женщина не виновата, хотя это, конечно, многие люди до сих пор так думают, но уже есть прогресс. Это очень радует. В первую очередь государству нужно вмешаться. Ну и самое главное, самому обществу нужно возрождаться. Самому обществу нужно в первую очередь повышать свои какие-то знания, уже перестать прикрываться какими-то традициями и понимать, что мы живем в 21 веке, мы не живем сейчас в юртах. А вы лично сталкивались с уятом? Поделитесь своим опытом в комментариях под этим видео. И не забудьте подписаться на Иран.